А вон как раз один я спутал делоспильного дяту с пёстрем. Боже мой, как он давно это изъявлялся. Ну это всё пишется, господа. Не ошибается только тот, кто не работает. В птицах все ошибаются, без конца. Ну давайте, переходите, я уже давно включил. Это ты всё записал? Да. Так, ну да, выключи на секунду, чтобы хотя бы кусок был отдельный. А вот это кто? Так, перепустил. Борис Ильич, что для вас, Арсений, Владимир Павлович Арсений? Ну как, вот я уже говорил и всегда скажу, что он пробудил во меня, не пробудил, а вернее вытащил, может быть, мои оттуда-то, ну населяется, какие-то чувства, которые были в моих родителях, может быть, в предках, в отдельных. Вот это интересная тягу к природе. Ну а какой природе, какой природе, краснообразный природе. Вот что, к этим богатым, богатейшим, чудесным, не открытым. Он в простейших описаниях, вот ты о нём описываешь, там, горький, что он такой-такой-такой-такой-такой. Эти ошибки, но это вполне простительные. Но он сам любитель природы, сам любитель людей, которые связаны с природой, это у него не отнимешь ничем, никак. И вот почему я удыгейцев стал любить, почему я к ним поехал работать, потому что в основном они вот именно те. Хотя Арсеньев, под конец всей жизни, грустные удыгейцы изменились. Ну все он писал, и удыгейцы, и русские, когда он писал. Конечно, дореволюционный, как-то он увидел другую психологию, да? Да, совершенно верно. Но он, он связан с природой. И вот он как понимал Дерсу-Узала, как истинного любителя природы, я что-то в себя на месте ставлю сейчас, который не мог жить без природы. Знаете, откровенно говорят, я ведь не могу жить в городе. Я хоть в городе родился, вырос, маленький городишко, но я всегда рвался из него. Я всегда был среди природы, с детских лет, а сейчас тем более. Владивосток вот хвалит, расхваливает, красивый все город, но я бы в нем не мог жить. Хотя и то. Для меня природа музыка. Самая замечательная, чудесная музыка, мелодия, которую ничем не заменишь. Тот же шум реки, ручейка говорящего. Вот я не говорю, как вдруг услышишь в феврале месяце уже пение сойки, или, допустим, пение оляпки, сидящая на льду в 40 градусах мороза. Я никогда не слышу. Это чудо, чудо. А сколько лет?